Адвокатура региона Те лица, которые оказывали юридические услуги на основании соответствующих лицензий, естественно, увеличился и штат наш адвокатский. Ну а плюс ко всему уже и новые организационные форумы, которые существуют и ныне в виде адвокатских бюро и адвокатов, осуществляющих деятельность индивидуально, естественно, дали нам возможность перерасти количественно. Свои коррективы, уверенно, внесла и пандемия 2020. Какие механизмы удалось перевести в онлайн и возможно ли это? Я хотел бы сказать обобщенно, что мы стараемся перевести в онлайн практически все, что можно сделать. Почему? Потому что все-таки жизнь носит коррективы и в нашу практику в том числе. Поэтому, что касается дня сегодняшнего, как правило, это коснулось тех же устных консультаций, это вопросов приема граждан, это вопросы дистанционного оказания помощи юридической в тех случаях, если не требуется личных встреч. Потихоньку мы думаем о том, что касается и работы по обработке информации цифровой, по делопроизводству, по вопросам создания электронных кабинетов адвокатов. То есть обобщенно, если ввести речь, мы стараемся использовать все цифровые возможности, которые ныне существуют для того, чтобы работать много со временем, что называется. Если не ошибаюсь, вы начинали адвокатом в Мозыре, а вот как сегодня развивается система в небольших населенных пунктах и районах? Да, совершенно верно, начинал я в Мозыре. Если касаться нашей коллеги, то специфика ее состоит в том, что половина адвокатов работает вне Гомеля. То есть это, если так вести речь, так называемый районный адвокат. Но специфика работы, она, конечно, зависит во многом, в том числе и от территории, поскольку мы представлены во всех районах Гомельской области, в том числе и тех, которые пострадали от катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Но каждый адвокат имеет лицензию, выданную Министерством юстиции, и, естественно, тот набор и видов юридической помощи, которые необходимы гражданам, он каждый адвокат в состоянии предоставить. Специфика здесь во многом зависит от того, специализируется ли адвокат в каком-либо направлении или нет. Но, конечно, если вести о малокомплектных консультациях, мы готовы предоставить весь спектр юридической помощи, которая необходима населению. От развития адвокатуры в регионе к развитию нашей правовой грамотности. А вот в этом плане многое ли поменялось? Да, информированность, конечно, она существенным образом выросла, потому что у каждого в кармане сейчас фактически библиотека электронная. Но, с другой стороны, появилась проблема. Почему? Потому что есть такое хорошее изречение, что многознание ему не научает. И люди сейчас вот в этом потоке информации иной раз имеют сложности с тем, чтобы правильно определить свою позицию, все-таки принять верное решение. И мы потихоньку от каких-то консультативных вопросов переходим к вопросу определения позиции, принятия решения для гражданина. И вот это имеет особую ценность. И если касаться тех вопросов, которым к нам обращаются, это самый широкий спектр тематики. Но здесь в большей степени определяющий фактор не специфика вопроса, а необходимость участия специалиста, профессионала в разрешении той или иной проблемы, с которой столкнулся человек. Здесь действительно важны навыки применения законодательства. И в этой связи никак не поможет ни интернет, ни добрый сосед, ни блогеры, которые искренне и бесплатно раздают свои консультации и комментарии. Конечно. Потому что у него нет опыта практической деятельности по специальности. И не всякий ответ можно получить в интернете. Люди иной раз обращаются, казалось бы, с аналогичным вопросом, ответ на который они получили в интернете, но не видят специфики своей проблемы, и не понимают, что вот этот пример, он не актуален именно для каждого конкретного дела. Но все дела, они по-своему специфичны. И в любом случае здесь нужно получить мнение специалиста. Каких сфер чаще всего сегодня касаются обращения к адвокатам Гомельщина? Ну, это самый широкий спектр вопросов. Если касаться видов юридической помощи, это и консультации, это и составление правовых документов, это и ведение уголовных, гражданских, экономических, административных дел. Это, если касаться отраслей права, семейная, трудовая, уголовная и гражданская, вопросы, связанные с разрешением тех же корпоративных споров. Здесь, еще раз подчеркну, я бы не проводил какой-то градации по тематике, а исходил из соображений потребностей клиента в том, чтобы участие принимал в разрешении спора, в разрешении проблемы действительно профессионал. Вы и адвокат, и медиатор достаточно с большим опытом. Вот как специалист, удалось ли вам нащупать ту самую золотую жилу, не знаю, назовите ее как хотите. Вы знаете, в чем секрет успешного выхода из конфликта? Ну, понимаете, каждый конфликт, еще раз подчеркну, он специфичен, он носит так или иначе какие-то свои индивидуальные особенности. Я скажу по опыту, самое твердое решение те, которое заканчивается рукопожатием сторон. Если вести речь о любом споре, безотносительно к тематике, к отрасли права, в которую он возник, и, в общем-то, и жизнь, и опыт показывают, что те решения, которые заканчиваются согласием, они сами по себе и исполнимы, и не вызывают в дальнейшем каких-то споров, не вызывают каких-то необходимостей дискутирования. Повод задуматься. Спасибо большое за полезную информацию. Успехов и до новых встреч. Спасибо вам. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин